Здарова, мои любимые стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это канал Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Сидмер Севелизейшн за Египет. Причём я себе изначально всё через жопу сделал в начале, извините за... Ну, слушайте, ну жопа вроде литературное слово. Если кому-то жопа не устраивает, напишите обязательно в комментарии, поругайтесь на меня. Так вот, всё у меня очень плохо, даже вы можете увидеть по развитию, по сравнению со всеми остальными, я ещё и со всеми воюю, и я считаю, что надо бы заключать мир. Вообще, как к этому пришло, лучше бы вам посмотреть с первой серии, ссылка в описании, в прикреплённом комментарии, обязательно сходите, посмотрите, узнаете, как к этому пришло. Так вот, я в конце прошлой серии спросил у вас вашего мнения, надо ли мне немножко нарушить мой челлендж и всё-таки помириться с теми, с кем я тут давно воюю, а именно с Испанией и Македонией. То есть я их всё равно буду обязан осуждать всё это время, но хотя бы, тут даже не потому, что они на меня нападают, а проблема в том, что я не могу никак избавиться от усталости, от войны, вот этого несчастья. Вот это несчастье мне, собственно, и портит всё это. Обратите внимание, минус 20% ко всему. Практически в каждом городе у меня такое. И я никак не смогу очухаться, если я буду продолжать воевать из-за этого. Ну и вот, что зрители написали. Антон Жук написал, мне кажется, нужно заключать мир. В таком темпе ты просто будешь отбиваться, пока комп не улетит или не захватит тебя арту или авиации. Прикольно сейчас замириться и попробовать догнать в рассвите. Ну это вообще самый популярный комментарий, в общем-то, получился. Или вот Александр Лоптинок пишет. Да, старт провален и вкупе с откровенно плохим положением, что наконец-то произошло в твоих челленджах, у тебя шанс перевернуть исход только в заключении мира. Так что партия интересна, и если ты её вытянешь, это будет мощно. Ну, в общем-то, вот это самые популярные комментарии, так что поэтому я заключаю мир с Александром. Может, он мне что даст? А, ну можно с ним как-то поторгать. А, ну у него всё есть с другой стороны. Блин, может реально тогда купить у него... Так, сейчас я уберу свою ружу, а то я сам не вижу, сколько у меня денег. За одномоментную денежку купить... Так, 27. Да, соглашаюсь, потому что мне сразу надо счастье. Правда, когда заключаешь мир, уже часть спадает. Но у меня главное недовольство, конечно же, от войны с испанцем. Так, давайте немножко... Кстати, я вот зря сразу заключил. Надо сначала пообстреливать, чтобы... А, подожди, так вот вообще корейцы у нас ещё. Нет, значит не будем пока испанца обстреливать. Лучше сразу мир заключать. Так, у него... Нечего торговать, да? Может он... Да, и железу он мне даст. А, так он не хочет самой заключать мир. Он со мной не хочет заключать мир. Так, ладно. Так, а с Кореей и Македонским я пока... А, нет, почему? Можно... О, слушайте, Корея готова. А Византия? А Византия нет. Хм. Хоть бы писали, где... Чего не хватает. Так, ладно. Скорее, значит, мы заключим мир. То есть не хочет он мне дать платить. Жаль. Я вот, кстати, железо купил за... За что-нибудь. О. За 9 дипломатических очков. Нормально, нет, нормально. Так, хорошо. Хоть с этой стороны, считайте, мы заключили мир. Теперь чисто с испанцем и... Византийцем. Будем биться. Ну, блин. Кавалерия, конечно... Да, господи. Что такое? Можно проатаковать, наконец? Управление, конечно... Ужас. Так, мне надо здесь встать. Потому что он может спуститься и полечиться об этом. Об шахту-то он не вылечится. Так, блин. Иуну отваливается сильно. Минус 3. Что делать бы? Ну, вообще, тут очень важно вот это счастье. Если я счастье верну... Довольство. Довольство. Тогда город не так сильно отваливаться будет. А что испанец поверил в себя, интересно? За счет чего? Что-то... Что-то, ладно. Верну свою красивую мордашку. Понимаю, что вы скучаете. Не видя ее. Так. Но это убьется, конечно. О, можно будет попробовать накопить денежку и апнуть. Сейчас сюда отойду. Надо попробовать этого стрельца и пикинера все-таки убить. Нормально. Нормально. Так, ну, тогда ведем все балеты туда. Вот здесь Аншан надо... У нас 10 ходов. Я уверен, что Византия, например, не хочет... А, подожди, кто там согласился? Византия и Испания, возможно, не хотят именно потому, что есть кризис на Аншан. Ашан уходить из России не хочет. Зато мы с ним воевать хотим. Так, здесь встану. Тут стоим, лечимся. Так, что с караванами делать? Наверное, надо торговать... Спертом. Акилос вообще доступные. Ну, собственно, я вон в Александрию еще и в Мемфис. Нормально. Да, кстати, не забываем осуждать. Вот это надо оставлять точно. Делать, чтобы они объявляли мне войну. Если уже объявлят, то ну что делать? Но вот это условие я все-таки не готов не делать. Если объявят, ну что ж. Ну что ж. Что ж. Да, наверное, давайте в Александрию. Так, что я открыл? Наемников, наверное, да? Торговая республика. Но это стоит. Я иду в торговую республику. Политический курс какой. А, я опять в темном веке. Блин. Элитные войска. Минус 40 содержания. Но плюс 100% опыта. Ну, блин. Вот если бы я играл... Если бы я был наравне, то это можно было бы попробовать. Но у меня отсталые юниты. Изоляционизм тоже можно. Ну, с другой стороны, мне надо на деньги караваны посылать, а не внутренние. У меня один внутренний только бегает. Так что, ребята... Может, эту торговую конфидерацию маловато, конечно, дает. Но хоть... Но в моем случае это хоть что-то. Блин. К обороноспособности города тоже можно. Кстати. Против варваров нет. Феодальный договор нет. Древнего мира и античности. Скидка в ресурсах тоже нет. Ну, блин, наверное, торговую конфидерацию поставлю. Да. Это всего две науки и две культуры. В моем случае даже это хлеб. Да. Недостаточное удовольствие. Вот это самая большая проблема моя. И она именно... Эта проблема именно из-за войны. Именно из-за войн. Потому что... Ну, у меня есть видео, опять же, на канале про усталость от войны. Как она накапливается. В моем случае очень много битв на моей территории. И они... То есть, вот то, что я там атакую этих ребят, это все мне в плюс в усталость от войны. Так, торговые пути. Давайте за Александра проголосуем. И игрок на 100%. Давайте испанец. Я думаю, сейчас... Вот это тут точно сейчас меня пронесут. Хотя я за испанца... Ой, за Александра побольше. Мне больше денег капало. Я к Александру буду посылать караваны. Неизвестный игрок... А, неизвестный игрок все-таки. Ладно. Я думал, меня. Против меня там. О, не достаю. Черт. Так, ладно. Здесь уровень. Если находится... Ну, тут уже... Ладно, зону контроля. Тут уже надо к двойной атаке идти. Максимально быстро. Так, слушайте. А в Асуане тогда можно не строить стены. В Асуане нужен какой-нибудь район. И вот это я в Амшане зря строю. Блин, вообще производства нету. Знаете, что мне кажется, надо строителей делать? Застраивать это все. Очень мало обработанных клеток. Очень мало. Блин, дорог нету через речки. Все как-то... Все как-то не так. Как должно быть. Да, лишний этот посел у меня. Но надо тут тогда город ставить. Че уж. Идемте вот сюда. Не должен здесь. Ну, конечно, в тундре вообще такое говнище. Но у меня тут выбора особо нету. Так, а я там буддизм, кстати, хотел, чтобы ко мне распространялся. Хромы святилища, культуру, защитник. Ну, защитник, наверное, на меня не будет работать. А вот это может. Но у меня вообще даже... У меня районов вообще... Кот наплакал просто. Сидел котик и плакал. И наплакал этих районов. Так, давайте высуание... Блин, а вот что? Кампус тут вообще просто говнина. Экведук. Промышленная зона. Вот тут... А, знаете что? Давайте строителей. Реально. Так, тут районы мы достраиваем. И развлекательный тоже. Ну, давайте посмотрим, может, сейчас... Он готов... На какие-нибудь... Как вот максимум сделать сразу? Тридцать шесть. О! На какие-то суммы он готов согласиться. Причем мне важнее именно с испанцем. Потому что именно за счет битв с ним больше всего усталости. То есть, заключив мир, я эту усталость быстро сниму просто. Так, сорок. Я готов все что угодно сейчас заплатить. Слава богу, что он уже на что-то готов согласиться. Не хочется максимум просто. Вот, шестьдесят пять он уже готов. Шестьдесят три. Шестьдесят один. Так. Что-нибудь торговать мы с ним будем? Похоже, нет. Отлично. Так, сейчас следующим ходом... Так, а Византия, наверное, не будет со мной заключать мир. Мне ему даже предложить нечего. Ну, в общем-то... Так, ну, испанца мы сразу осудим. Десять ходов пока у меня есть. Спокойно посидеть. Так, ГГшку какую-то. Неизвестную. Неизвестную ГГшку. У контрапупили. Следовать Бусидо значит быть бусечкой. Изречение великих бусечек. Ну, что, у меня тут будет грабить весь кампус, что ли? Так. Блин, все равно минус три довольствует. Ну, вот тут минус... Да, минус одного упало. Уже. Ну, взят, Византия с очень маленькой... Ну, как он тут может вообще пробиться, не знаю. Давай лучше торговать. Смотри, у меня тут... А, слушайте, дай я тебя гляну. Чего я только с ним торгую? Киты. А, ему я... Ему мне нечего предложить. Так, вино я у него заторговал. У испанца. Что, испанцов, ничего и не было никогда. Инк. Янтарь. Оливки. Отлично. Он мне даже заплатит, похоже. Не заплатишь? О, заплатит. Три вход. Отлично. Так, работаем. Кто там дальше был? С японцем я уже посмотрел, что... Да, китов он, походу... Не готов он, короче. Торговать. Англия. Ничего нету. Австралия. Китов. Мне нечего ему предложить. С Византией война. У Кореи ничего. Так, ну вот. Ракидет хотя бы в ноль вывели. Видите, уже 45-23. Чисто за счет счастья. Ладно, выкарабкаемся, ребята. Так, тут еще на лояльность влияет силу юнита. Если мы этого уберем и этого поставим, что-нибудь изменится. Ничего не изменилось. Ну, они вроде одной эпохи юниты. Ладно. Ну, Византия просто еще такая сила. 1271 вообще. Так, куда мне дальше идти в развитие? Мореходство, судостроение, массовое производство. Нафиг надо. Ну, давайте пока книга печать. Вообще, мне бы в индустриализацию. У меня ни одного. Строите город на побережье. Я вообще сейчас веду туда город на побережье. Где мой посел? Сколько я буду везти? Пять ходов. Ну, я бы не ждал. Там это небольшое искрение. Так, за один ход сейчас все открою. Поэтому не вижу смысла вообще ждать. Да, мне реально надо много рабочих. Еще ГГшку забрали. Ну, я тут как ГГшка. Пока ГГшка тут это я. Буддизм, кстати, я не против, чтобы распространили у меня. Ну, какая-то тяжелая колесица. Вот тут против Пикинера нормально. Да, Пикинер нормально против кавалерии стоит. Сейчас мы колясочку у контрапупим. Слушайте, если я вылезу, не должны же, наверное, арбалета убить. Просто мне и не хватит одного выстрела. А вот так я хочу убить его. Не готов он еще заключать. Ну, скорее всего, когда закончится кризис, Византия заключит мир. Блин, вот видите, спадает недовольство. Было минус четыре, уже минус два здесь. Конечно, с одной стороны опасно, а с другой стороны вряд ли тут кто-то может быть, кроме Александра. Нет, мы просто постоим. Не буду лезть вперед. Дополнительная атака. Хочу апнуть в рыцарей. С другой стороны смысл. Просто постоим. Ну, реально бессмысленно тут пока рыцаря делать. Тут надо два копейщика ставить, и они никого не пропустят. Так, тут рынок. Блин, универы бы, конечно. Тут тоже рынок. У меня караваны тоже очень нужны. У меня есть четыре. Блин, в Самарканд бы их, конечно, поотправлять. А где он? Тут вопрос просто, не убьют ли Самарканд. Восемьдесят два. Ну, это тяжеловато будет. Восемьдесят два. Да, наверное, надо. Я следующим ходом поставлю первую карточку. Ну, я вообще торговую республику приму. И уже повеселее станет. Да. Видите, все-таки насколько... Не знаю, может у вас по-другому, но видите, насколько влияет событие. Нет, мой... Арбалет. Значит, надо запомнить, что, блин, кавалерия ваншотает арбу. У, даже раненая кавалерия. Так, сейчас мы правительство сменим. Да, просто... Просто ваншотает. Факт, прокачанный третьего уровня арбалеты. Третьего уровня были. Да. Так, новые деревья. Это неинтересно. Минус один и девять. Ну, давайте торговую республику. Так, теперь первый... Первый посол. Тут содержание юнитов. Три единицы лояльности на континентах. Нет, у меня все на... Ну, давайте проверим. Не, почему проверять? Я точно знаю, что... Каждый губернатор дает плюс две лояльности ход. Во, вот это мне надо ставить сто процентов. И две лояльности в городе с гарнизоном тоже поставлю. Квартал Медины. Мне надо... Мне надо открыть... Мне надо открыть, что дает карточка там, где счастье. Она где-то далеко, видимо, да? В просвещении. Да, во, либерализм. В общем, мне вот сюда надо. Как угодно. А еще... А еще карточка за гарнизон счастья дает. Во, госслужба. Во. Так, мне вот туда надо срочно. Ну и... В общем-то... Ну, тут у меня чисто для ИУ, но это надо с одной стороны. Так что... Ну, сейчас, по идее... Сейчас, по идее... Да, плюс два. Не должен отваливаться. Так, рабочего. Ну, тут фирмы надо делать, треугольнички. Дальше. Сделали рабочего. Не могу пока ремонтировать библиотеку. Средневековые стены. Блин, может мне надо было карточку на рабочего поставить? Но мне это все надо... Да, первый посол, кстати, в Самарканд надо отправить обязательно. На банк и верфь. Может и не надо было. Ну, а больше-то... Рапануи, Мохенджи... Рапануи убьют 61. Мохенджи уже убивает. Ну, собственно, Самарканд только, видите. Так, Византия все еще не хочет, да, мир заключать? А жаль. Блин, ну я точно не хочу здесь... Ну, тут центр коммерции надо. Причем его вот тут бы делать. Так, давайте еще рабочего тогда. Надо, наверное, было на рабочих поставить карточку тоже. Господи, каждый ход по ГГшке убивают. Каждый ход. У меня нету правительственной площади. У меня нету промышленности. У меня нету науки. Чего, я даже не представляю, где мне это ставить. Сейчас я вам скажу. Больше торговых путей. Минер-караван надо сразу купить будет. Хватит мне денег. Да, 150 хватит. Не хочет он мне, как... Блин, мне надо сюда поставить копейщика. Ой, это не копейщик, черт. Копейщика поставить, он уже кавалерии не убьется. Блин, а вот тут я как-то тоже опасно опять выдвигаю все. Так, в Асуане стены нафиг нужны. Блин, может здесь правительственную площадь тогда? Промышленная зона тут плюс один, тут плюс один. Но Акведук и Дамбу я могу только здесь поставить. То есть увеличить, господи. Что-то сложное. Так, с Испанией тут мир у нас. Надо все равно где-то тут баражировать. Сюда переброшу. Тут у меня стоит коляска. Так, а этим, наверное, туда побегу. Блин, столько потрачено производство на все эти юниты. Охренеть. Так. Я могу купить. И у нас доступны из Иуну в Перд на производство. Из Асуана в Александре. Давайте из Асуана я... Блин, а из Асуана... Я бы, наверное, из Асуана отправил, потому что... Чтобы вот тут дорогу вот так провести через эту реку. Из Асуана в Мадрид. Короче, из Асуана надо отправлять. Тут покупают торговцы. Дальше. В Асуане все еще... Еще одного строителя делаю. Так, в Рокедете универ. Или тоже строить. Давайте строители сначала. Маркет. Развлекательный комплекс. Блин, как все плохо просто вообще. Как все плохо. Это опять возвращаемся к тому, что насколько события в мире влияют. Просто вот я вам хочу сказать, первые, наверное, серии три, но это просто через силу у меня было. Просто... Ну, что ты туда встал, пошел? Просто через силу. Просто потому, что надо сделать видео. То есть никакого удовольствия. А вот сейчас, кстати, удовольствие появилось, потому что из этой говна надо как-то выбираться, между прочим. Хоть, типа, немножко интереснее стало, да? Так. Как тут странно. Походил. Блин, мне дадут там встать сюда, наконец, или нет вообще когда-нибудь? Так, минус один удовольство. Минус один удовольство. С Викторией осуждение. С Византией нет ли еще возможности мир заключить? Нету. У него куча этих ресов. Им бы поторговать. Так, а можно тут увидеть то, чего у меня нету? У меня нету чая. А вот у инка два. У него еще и нефрит есть. Так, ну не чай. Вот нефрит я могу у него... Так, а что ему... Лошади ему не нужны. Давай, это очень много золота в ход. За 114. Блин, может заплатить? Мне реально счастье нужно. Я думаю, что я заплачу. Мне больше ни на что деньги не нужны сейчас. А вот счастье мне нужно. Так, недовольство везде ушло. Ну, вот. и по-моему не мог ли я еще где-то ну на оливках я поставил промышленное производство на на хлопки поставил на цитрусовых где-то цитрусовую помню тоже я ставил или нет или я ищу-то могу на цитрусовых поставить так вот эту клеточку бы выкупить для поскачем там сверху смотреть что происходит александрию нормально тут будет дорога наконец-то через реку то кучу теряю то прошу простить я уже больше нигде селиться не буду так что можно совершенно спокойно просить извинения о перекал так никакого гостеприятия я еще должен его осуждать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 еще одного надо встретить конга есть конга осудил македонию конга где-то есть так ребзя смотрите мы уже в нормальном веке на 12 очков мы еще не строили сфинкс хочу мы вполне можем в героические выйти ребята мы вполне можем выйти в героические и нам надо в героические выходить так вы куплю эту клетку сто процентов прежде давайте проверим что я точно не строил так предприятие ищем что я точно не строил предприятия на на цитрусовых это оливки это хлопок остальные не мои да что мне нужно вторые так вопрос только в мемфисе смогу построить сто процентов так что выкупаю так александр захватил ереван нет не буду это предлагать идем в общем то сразу эти цитрусовые обрабатывать вообще вот толеда мне и реально не хватает мне надо было какой-то свой город ставить там в итоге да господи конец-то я тут встал все you shell not пас не хочу убивать по что я встану под хотя он на равнине стоит он что-то не пойму сможет ли он меня отсюда обстреливать давайте проверим я прям даже интересно по что тут везде холмы а он на равнине стоит неужели все равно сможет меня обстрелять здесь он там писал отправить делегацию а почему я могу отправить делегацию к нему силос если у нас война вообще-то не он вообще никак так строитель в ракедете универ пытаемся хоть как-то свою экономику поднять так тут а сам развлекательный комплекс он дает одно довольство ну надо наверно арену строить или мы ее купим 300 это мы лучше торговца купим или универ купим так а вот тут по моему промышленная зона на плюс 3 имеется я наверно тогда построю стройбин два хода то он быстро строится я просто думал сейчас поменять местами рейну и магнуса но видимо нет блин и правительную площадь очень надо построить прям очень факен щит ладно строители пока но мне просто вот правительственная и зал для приемов чтобы счастья наконец получить это просто просто очень надо все таки убила все таки он может оттуда стрелять так пострадал от стихийного бедствия ну нет мы мы не сможем хотя подождите это может это кстати нас может помирить давайте по моему это же или не может помирить что я не помню вот этому может помирить сто процентов потому что но я не хочу воевать с александром это я точно откажусь а вот это вот все участники заключали между собой мирный договор а тут этого не написано так что нет тоже не участвует нету смысла не могу дипломатически победить поэтому нету смысла в этом участвовать вообще там александру и так там и они это примут они честно кидает ему золото инку тоже заодно а вот там в ере в ереван вписываться вообще никакого же блин я кстати с периклом не поторговал им и не осудил его после средств гуманитарных помощей принято кстати против александра война пошла японец австралия и корея так стоим в обороне тут ремонтируем библиотеку не должен он убивать моего копейщика так смотрим что у перикла красители есть 9 вход на смысле только что же странный ладно принимаем все равно чтобы счастье появилось и осуждаем так стоим защите тут еще идем ремонтировать так а что цитрусовые как предприятие интересно делают ладно я постепенно сейчас рабочим сюда буду идти я все еще хочу правительственную площадь вот здесь поставить почему-то так там эти все ребята между собой войны по объявляли и сколько у меня стоит купить торговца 155 следующим ходом купим так ну потихоньку потихоньку вы карабкинся ну конечно цифры цифры ужасные цифры ужасные вообще даже ну мы даже не близко с последнего тут то есть кто у нас ближайший наверное испанец как раз но тут как минимум 30 30 науки и 3 и 40 культуры до него не хватает а вот и вассал я думаю что надо ставить вассалов причем можно вместо лояльности ставить вот так о губернаторы получившие повышение дают плюс одно удовольство и вот это надо бы поставить наверное все таки вместо торговой конфедерации так вот это первый посол можно заменить на просто плюс два влияния то есть каждый губернатор вот пингала пока это только на пингалу работает но мы я думаю что мы уже плюс четыре в ракедете эти 56 стал но культура правда снизилась так ну что тут откладываем и строю промышленную зону так универ караван наверно из мемфиса куплющится чтобы тут производство было хоть немножко добавить на деньги конечно побежит но чтобы еще дополнительное производство было промышленная зона плюс один кампус плюс один ну тут надо решать дамба только тут ставится здесь ставится акведук тогда блин ну жалко честно говоря я бы не убирал пока я просто нет столько столько производства чтобы дамбу строить по-хорошему так что я бы чисто промышленную зону вот здесь поставил акведук позже дамбу дамбу я бы дамбу тут ставил позже а за просто нужна ли мне дамбу у меня способность египта у нее не затапливается нифига то есть дамба это для плюс 2 так я те же плюс 2 а я так веду к получу не получают урона от паводков эти то есть там может затапливаться но урона ничего египетская не получает все равно так сфинкс не забываем что мы можем построить так но тут надо решать все таки отправлю сюда шахту строить то есть с чего начинать с промышленной издать там есть промышленные зоны там мастерскую сделаю тем более на 3 хода вы видели что 4 тут 3 потому что 25 процентов для египта районы в поймах фермы строю походил так тут мы отложили византия приказа туристов для преобладания своей культуры над вашей вау там византия в культурную победу но у меня-то культура вообще кстати это по моему вообще никак ни на что не влияет ни на кое там счастье моё не влияет что странно было бы круче если бы ну раз я в войне стоит цивилизации чья культура мне очень сильно привлекательно для моих жителей мне кажется было бы круто чтобы это как-то на что-то влияло но не в шестой цивили даже в 5 влияет между прочим есть вероятность что города к вам присоединяться то есть но это очень редко происходит в четверке это намного лучше реализовано то есть там прям реально культура так здесь скорее лояльность мне кажется вот им надо было как-то лояльности культуру соединить вместе а не отдельную делать механику лояльности так из мемфиса на производство но при этом но при этом к александру так тут ферму ну я бы наверное вот эту клетку выкупил и тоже ферму ну что они все тут друг на дружку влияют за соседство и кучу жрачки соответственно не давай так 21 пускай будет чтобы быстрее универ построился в пятерке мне было бы важнее чтобы жители выросли здесь мне важнее чтоб построилась ну чё на следующем ходом заканчивается кризис мы в нем побеждаем там самарканд пока не пилят мне ну 89 это не не берется мне кажется на данном этапе о инк меня сам осуждает спасибо то мне уже надоело блин 92 науки уже у испанца да отстаем отстаем возрождение плюс 1 и плюс 4 за исполнение кризиса гильдии бонусы соседства промышленной зоны центра коммерции нет нет ничего мне из этого не надо и все что стоит меня очень-очень сильно устраивает так и что я получаю торговые пути между целью и городами кстати плюс 2 золота вход но некуда мне это отправить вот 200 мирового влияния это круто 9 ходов до конца эпохи мне надо где-то находить очки эпохи пирог сфинкса надо будет при сделать так византия ну теперь уж точно пара мир заключать давай у меня тут дофига нет прям прям вообще не готов 240 все равно не устраивает господи почему не хочет со мной мириться да так есть теперь не надо будет расти все таки водяная мельница ну в принципе можно хотя тут всего одна пшеница ладно давайте построим водяную мельницу дальше я бы повышал все таки именно вот чтобы эта карточка работала гражданский авторитет слушайте мне бы вот эту надо будет использовать у александрета отваливать фига себе серьезно вау но она по идее ком нет она наверно как австралии 18 и 14 жителей как вам просто трындец ничего не меняем идем мы тут дальше все еще в просвещение союз я точно не ускорю это точно не ускорю просто спокойно идем в просвещение не выделываясь ничего ускорить мы не можем культура у нас очень мало так что нам не хватает до героического 6 очков 4 очка мы точно получим со сфинкса давайте думать ну может быть кого-нибудь встретим конечно так я будут эту клетку в итоге бы выкупил 85 а в ракедете 85 наверно в мемфисе выкупим все таки я здесь поставлю правительственную площадь и будем надеяться что толеда мы когда-нибудь захватим никаких крутых районов у меня не строится чтоб типа за соседство и ну тут плюс а плюс 3 подожди за это нам дадут очки за плюс 3 дадут панамский канал кто-то построил торговый путь в ассуане вот сейчас александра это кстати отвалится на я думаю что она на австралию не не дали очки подождите я где-то разве строил уже промышленную зону нигде я ее не строил разве за плюс 4 до плюс 4 точно дают центр коммерции то есть там не плюс 3 но по моему плюс 3 как раз промышленная там научная театральная плюс 3 и выше странно я в итоге так никого не повысил наверное рейну хотя не подождите но слушайте в принципе счастья достаточно я бы лучше посадил последнего губера давайте лян васуан так дальше этот караван бегал в ракедет просто теперь нам надо коншан мемфис и уну ну давайте из ассуана в александрию так теперь я думаю вот здесь центр коммерции но у нас пока до 7 жителей а ну вообще если я вырублю оленей по идее будет 7 жителей как раз ускорим ускорим универ так с кем-нибудь поторговать можно шоколадно-цитрусовая что-то он не особо хочет его продавать почему-то так подождите давайте мы византию сначала еще проверим ага так он уже готов что-то обсуждать ну в принципе 21 вход до 26 вы знаете я приму потому что это у меня сразу уберет кучу вообще вверх даст мне кучу видите сколько довольства да это все дополнительно дает так здесь расти сто процентов надо просто даже вот так на рост чисто переключаю так нехватка жилья ну я могу кстати еще вот тут акведук поставить то нам 2 2 жилья добавит да арену нету смысла сейчас пока достраивать и потом я здесь смогу еще промышленную зону для мемфиса сделать ракедет до 10 вырастет будем правительственную площадь в нем строить так и сейчас мы будем просто строителей скупать за деньги нам надо всю территорию улучшить да значит акведук строим так здесь промышленная зона мастерская кампус на плюс 2 блин надо тут кампус конечно ставить зря обработал скотт ну в общем сейчас куплю в иуну рабочего и что нибудь дай мы сделаем так 72 о я уже немножко по науке японца хотя бы догнал так окей а давайте глянем где вообще ухты инк в информационной эре уже а я в возрождении а чувак ну это скорее всего подводные лодки я не знаю почему они так с нею спешат но согласитесь это круто что он уже там так а куда у меня бегал этот караван неизвестно ну давайте в перд нет в ньюкассел ну в перд больше производства дает или мне все таки культура больше нужно я хочу производства почему то так 7 ходов и 5 очков строителя покупаем тут мы идем вот к этому оленю потому что здесь мы будем центр коммерции ставить в аншане есть водяная мельница пока еще расти на давайте строителя делать так все таки древне есть а вот где промышленную зону построил господи а когда это сделал да я пропустил но тут же не было плюс 3 или дали все таки за нее соседство да ну давайте здесь тоже акведук чтобы соседство у промышленной зоны увеличилось нам вот тут сюда обрабатывать надо и вот эти клетки как-то выкупить тут у меня битва апостолов на территории египта происходит мы не обращаем на это никакого внимания так тут блин корпуса я смотрю через шесть ходов промышленная эра закончится я хотел вот эту убрать ну с одной стороны надо клетки выкупать а с другой мне надо рабочих покупать в городах не понял почему он почему я дальнобойная атака не год недоступна я же уже обстрелил эту каравеллу миллион раз это варварская каравелла в чем дело она пошли кого-нибудь встретим тогда что у нас тут скаут без дела да слушайте давненько я всего шестью городами причем из которых в общем-то нормальные только пять не играл столе да я очень тупанул александр эта отвалилась но присоединиться все равно к александру обратно странно так ну менячит еще одну очко всего лишь надо по хорошему я тут конец эпоху не выхожу в ближайшее время нет в индустриализацию не выхожу а здесь и тут и не выхожу так но выглядит так что мне если что это попросить у кого-нибудь селитру и апнуться получается 3 хода так и наверно вот здесь куплю строителя сделаю ну предприятие по-любому только здесь ставится а потом здесь поставлю сфинк вот он 4 очка так сколько там 90 требуется так подождем следующего хода значит ну вот почему я сейчас могу стрелять а тогда не мог непонятно что-то слушайте а он же мне не даст открытые границы с осуждением черт что ж я там пооткрываю с осуждением не дают открытые границы нет не доступно даже просто выбрать не можешь подобное ничего так ну строители продолжаем делать да господи случайно кликаю тут строители еще делаем 3 хода как раз 10 жителей и начнем правительственную площадь делать так где мне одно очко взять засоюзить гг-шку предположим о а я смотрю сам а я смогу самарканд засюзеренить ребят я сейчас получу сейчас следующим ходом я получу двух послов а мне там трех не хватает два уже есть да вот вам и недостающие очки кстати зашибись-ка собрали и ставим кампус предприятие плюс 30 процентов к производству военных юнитов то же самое по моему оливки дают нет тут гражданских а значит хлопок да 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 значит в ракедете и мемфисе военных а в иону гражданских плюс 30 процентов блин он конечно через два хода сам да ладно давайте мы подождем у нас есть куда тратить деньги так что не будем союзим самарканд с юзеренем за это нам должны очки дать не дали а че мне не дали очки за а вот эти какую-то одну очку дали за какой-то караван но мне сюда пока не хватает и четыре хода осталось почему не за самарканд мне дали не понял че за фигня а потому что как будто я его не засузеренил блин а очередная вот этот глюк уже был видите я не вижу хорошо а что он дает могут торговые купола строить вот я уверен что они не смогут торговые купола строить потому что это не будет работать почему-то а кампус вообще нужен кампус давайте кампус конечно плюс один всего лишь но хотя бы так в смысле оставить тебе город я засузеренился марканд а в итоге мне ничего не дали оставить мне город государство мудрое решение никто тебе ничего не оставлял ну плюс один от суана 10 жителей первые ну и есть все ребята мы в героическом веке смотрим я сюзерен самарканда нифига не видно теперь давайте посмотрим видны ли купола ну вообще вообще можно строить купола да а чё не дают плюс два золота плюс одно золото за каждый соседний редкий ресурс исходящий международный торговый путь плюс одно золото за каждый торговый купол нельзя посредством с другим торговым куполом ну немножко странная блин нафига он выкупил эту клетку ладно я бы я бы отошел на всякий случай вот так стоял так тут надо ставить ферму так искупить торговца строителя точнее следующим ходом купим купим так ну немножко немножко выкарабкиваемся хотя все это очень очень не так круто как хотелось бы так универ видимо не знаю хочу ли я сфинкса здесь на самом деле ну вот и как мне с этой с этой каравеллой тут разобраться что мне надо обрабатывать это все блин тут придется гавань все таки делать амбар пока хотя тут есть жилье не знаю как то слабенько все равно шедет растет а у меня еще в каком-то по моему городе нету центра коммерции вот из этих а ну да ваншаниш нету блин достроюсь к летучий отряд там неизвестно а тут кого-то тут по моему где-то да махинжи даро давно захватили так шпионы я бы поставил на самом деле карточку на шпионы и и построил это у меня одна из немногих возможностей по науке догонять все остальное пускай так и и есть ну что там в просвещении да правительственную начинаем так здесь ферму здесь будет район в будущем поэтому не буду ферму ставить хотя у нас тут тоже где-то есть ферму это будут нормально производственная площадь на 5 на 5 я раскочегарил блин тут надо и оленя и убирать и оленя и лес что что из этого больше даст 42 производства что олень 42 производства что лес 42 интересно у меня там центр коммерции надо просто ставить понимаете я не буду два хода ждать хорошо я могу шпиона тут кстати сделать что в других городах есть не есть что делать давайте шпиона блин надо было все таки магнуса пересадить в иону вот тогда когда я хотел это сделать это надо было сделать ну что ж ты пошли с этим с этой каравеллой разбираться что у меня тут стоит без дела мне тут надо обрабатывать всех крабов это все рыбацкие лодки дают жилье 2800 семнадцать восемнадцать это короче из-за кризисов вот этих на помощь двадцать двадцать сейчас начнется ход мы просто увидим сколько вы и того это это компьютеры выполняют проекты на помощь я на автоматическую царите у александра двадцать две тысячи триста у инка двадцать пять тысяч четыреста можно было бы конечно на этом бы и сдаваться если бы компьютер умел деньгами пользоваться так не умеет просто там у них находятся так пингалу теперь качаем пока в этот не назначаем никого пингала потому что на культуру хоть немного повысим в шедет мы пока никого не отправляем тут зал для приемов надо эту клетку выкупить я думаю ну чтоб уже точно испанцу не досталось 90 и тут 90 ну давайте выкуплю тут у нас какой-то район точно будет дальше в осуане купим а покупатели строители я вот что-то смотрю уже все обработано надо ли мне строителя так у нас инк и инк у нас тут лидер по науке но я его городов по моему нормальных не вижу я вообще начал надо у кого деньги много много тырить 105 183 324 309 510 и тут еще заодно кампус кстати есть да вот никея еще никея 669 но тут нету кампуса давайте давайте в ньюкасл кампус библиотека и в осуане жилья не хватает пока в ракедете дофига но мы сейчас когда зал для приемов построим у нас везде и жилье и счастье появится фу ну потихоньку вылазим вот вот хватит ли мы успеем ли мы я смотрю на эти цифры конечно просто инк и александр просто эти крёзы как их кинг майдас ммм друзья что там у испанца укрепил он религию в итоге стоимость миссионеров снижена примат папы собор так раздражает моя моя героическая эпоха давайте глянем дмитрий японец я думал никто не вышел кроме меня кайф но зато мы теперь пульс паровой машины реформа денежного обращения ну и здесь живут драконы ну блин у нас точно нету на другу я вообще хоть другой континента нашел в принципе а ну вот тут это это вот другие континенты у меня нету на другом континенте никого поэтому здесь живут драконы вообще нету смысла возьму к оружию хотя тоже не особо нам надо но она хотя бы хотя бы немножко работает ну и так как вышли в новую эпоху то буду заканчивать напоминаю что благодаря мудрому руководству владимир владимировича путина доход моего канала снизился процентов так на пятьдесят и поэтому я прошу если у вас есть возможность через paypal посылать какую-то денежку либо переходить на более высокий уровень спонсорства не у всех моих зрителей такая возможность есть просто даже физически собственно понятно что чем меньше денег тем меньше видео будет на канале но они все равно будут прорвемся куда посылать есть в описании и в прикрепленном комментарии внизу смотрите вот например клавику скорбс прислал приятную сумму и пишет почему нет дуэлик по шестой циве по крайней мере относительно недавних я не так давно на твоем канале несколько лет назад когда играл в пятую циву нашел твой канал и смотрел с кайфом но потом как-то забыл про игру недавно вспомнил что существует цива и решил залететь в шестую вторую сотню часов наигрываю ну и в общем как только купил игру вспомнил про твой канал годно делаешь контент да потому что мне почему-то не интересно играть дуэльки и командные игры точнее не почему-то я конкретно знаю почему потому что когда ты ну вот просто более сильные юниты открываешь то это практически уже поражение для соперника это слишком ну мне кажется быстро все происходит в пятерке ты можешь сопротивляться даже если отстаешь у тебя есть какой-то план который ты можешь реализовать в шестерке нет ну вот вы собственно видели по моим вот битвам здесь вот кавалерия ваншотает арбалет в пятерке такого нет это все это из-за разных вычислений урона в этих разных играх поэтому мне дуэльки и командные интереснее в пятерку играть я вот дуэльки сейчас записываю и показываю ну или стримлю тоже именно дуэльки в пятерку в шестерку мне больше интересно в фа играть чем в пятерку и поэтому я подобное вам записываю ну в фа или против компа спасибо за поддержку еще раз напоминаю через paypal пожалуйста поддерживайте через спонсорство если оно у вас работает на моем втором канале алексей халецкий тоже становитесь спонсорами на этом все играйте в умные игры и слава украине всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые